Ага, можно её просто переместить. Ну ладно. Не будем париться на этот счёт. Отойти от пульта, живо! Помоги! Твою мать! Причард, ты там? А где мне ещё быть? Дай мне Шарифа, живо! Адам, это Дэвид. Нашёл Тайфун? Да. Но вы не ошиблись, когда сказали, что за этим что-то стоит. Потому что у меня здесь мёртвый борец за чистоту с очень интересными имплантами мозга. Не трогай его. Чтобы извлечь нейронный узел, нужен специалист. Возможно, это ловушка. Принято. Что с Андерсом? Спецназ рвётся в бой. Разыщи его, пока они не нашли. И разберись. Так, съедим пока шоколадку. Жалко, что никак не показывает, что оно съедено. Только вот можно посмотреть по батарейкам, что они возросли. Идём дальше. Интрига? Интрига, господа. Куда ж в такой игре без интриги? Ну, тут ничего вроде нет. Опять лифт. Так, враги кончились, судя по всему. Здесь ничего такого интересного. Видать, на штурм пошли. Потому что шариф отдал приказ штурмовать. Поставку Тайфун я забрал. Я вижу зелёные метки на радаре. Это уже друзья. Твою мать! Ну, я здесь специально сдох, потому что... Ну, я хотел по-тихому пройти миссию вообще. В итоге я как-то ступил. Я думал, там вообще друзья уже стоят в спецназовце какие-то. Надо было так лохануться весело. Ладно. Здесь тоже ничего сложного, я думаю, не будет. Просто надо немножко подумать, как это сделать получше. Так. Как раз мы около этого места. Вроде бы. Это ещё один пролёт. Да. Сейчас они, по идее, договорят и разойдутся, как и все остальные, если я не ошибаюсь. А ты говоришь ничего? Знаю, парень. Думаю... Думаю, на этот раз он облажал. Мудила! И как мы теперь выберемся из этой помощи? Угу. Он сказал мудила, и они разошлись. Надеюсь, за этой штукой можно спрятаться. Так оно и есть. Блин, а слишком далеко я их отпустил. Неизвестно, как они теперь пойдут и куда. Кто-то, видимо, поднимается сюда по лестнице. Нет, никто не поднимается. Я вижу четверых. Но только один на этом этаже. И он стоит. Один пропал. Так. Этот парень сейчас будет жалеть о своей занятости. Рабочий. Хорошо, что он не провалился сквозь стекло. Вроде никого. Давай-ка, дружок. Ну, хватит застревать. Конечно, понимаю, что дверь это лучшее, что может быть. В чем можно застрять, но... Я не дам тебе такой возможности. Так. Я видел вентиляцию, но пока что... Я разберусь с инвентарем. Я бы хотел взять этот автомат. Пистолет, пулемет вернее, но... Может быть, в этой комнате что-нибудь ценное есть. Кроме пива. Ну, пиво, это, конечно, самое ценное, что вообще есть на земле. Так. Вырубись. Странная, страшная тетка. Это все те же записи газетные. Ладно, ничего такого. Я не буду выкидывать из своего инвентаря тоже ничего. Воспользуюсь обходным путем. Только не говорите мне, что это назад путь. Где я очутился? Еще один толчок. Да, это культовая игра, потому что здесь можно сливать толчок. Легко все определяется. Не дай бог здесь хренеть есть. Четверо. Много их, однако. Ну, просто очень много. И как мне... Вот как мне. Тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Опа. Мне нужен наверх. Вот черт, а где лестница? Вот черт. Лестница-то оказывается там. Так, что-то я ступил. Или я не ступил, или все в порядке. Ладно. Мы здесь. Нам нужно куда? А вот не показано куда. Туалеты. Нам нужно куда-то сюда. Ага. Вижу. Ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Опа. Отлично. Не туда ли я поднимаюсь, откуда я пришел? Это было бы сверх весело. Нет, все нормально. Гады опыт мне не дали за то, что я никого не убил. Я вообще прошел в стулс режиме. Еще какая-то запись. Вот за это опыт уже дали. Не ври мне. Я не хочу причинять тебе вреда. Ты же гражданская. Но придется, если ты не оставишь мне выбора. Если ты никому не хотел причинять вреда, сидел бы дома. Ну надо же. Цепная шавка шарифа. Что, небольшая уборка перед приходом полиции? Он считает, мы нарушаем закон. Заткнись! Вы все осквернители тела нарушаете закон. Вы все одинаковые. Когда люди узнают, что в банде была шестянка, будет непросто убедить их, что вы чем-то от нас отличаетесь. Что? В лаборатории я нашел одного твоего, который взламывал систему безопасности, используя хакерский имплант. Неплохо, парень. Но я никогда бы не взял к себе одного из таких уродов. Назад, шестянка! Мне надо кое с чем разобраться, понял? Если ты сказал правду, а я тебе не верю, слышишь ты, но я должен проверить. Так что мы с этой бабой уходим. Так. Я не позволю тебе уйти с ней. Попробуем так. Стоять, урод! Я сказал назад, иначе этой сучке не жить. Чушь, ты же не такой. Ты не трогаешь мирных жителей. Верно, черт возьми. Я ветеран. У меня есть награды. И я не позволю себя дурачить. Я должен узнать, кто за всем этим стоит. И эта баба мой билет на выход отсюда. Слушай, что бы это ни было, это большая игра. У тебя будет больше шансов докопаться до сути, если согласишься работать со мной. Но я не смогу ничего сделать, пока ты ее не отпустишь. Ты в своем уме? Я не связываюсь с железяками. Боже, ты меня, похоже, за идиота держишь. И это вполне понятно. Потому что именно так я сейчас и выгляжу. Копы загнали меня в ловушку. Единственный выход — взять заложника. Черт знает что, да? Так, сочувствовать сделать, вывод смириться. Тебе и так сегодня везет, как покойнику. А ты еще оскорбляешь меня. Тебя оставили в дураках. Ты привел своих людей в ловушку. А теперь и сам находишься на волосок от гибели. Лучше отпусти ее. Я что, интересовался твоим мнением? Посмотри на себя, ты весь трясешься. Какой ужас, тебе нельзя проиграть. Нужно только погребче держаться за эту мою страховку. Пока она здесь, не ты, не легавый ничего мне не сделаете. Для меня на первом месте заложник. Полиция придерживается той же тактики. Поверь, никому нет дела до труса, который приедет из чужой юбки. Полиция будет занята людьми. Единственное, что сейчас забудет копать безопасных гражданств. Так же, как и тебя. Захват заложника не делает тебе чести. Тебе становится чуть лучше видно. И все. Для меня на первом месте заложник. Полиция придерживается той же тактики. Поверь, никто не даст и ломаного гроша за труса, который прячется за женской юбкой. Я не трус. Но меня загнали в угол. У меня земля горит под ногами. Мой брат в опасности. И все из-за того, что сделал этот мерзавец. Нужно все исправить, но я не могу, пока торчу здесь с тобой. Так. В отличие от этого предателя, у тебя есть понятие о чести. Ты не бросаешь своего брата. Хакер знал, что ночью здесь будут гражданские. Он рассчитывал, что ты возьмешь заложника, после чего копы заставят тебя замолчать навсегда. Но ты ведь умнее, чем он. Это же так просто. Как до меня раньше не доперло. Он решил, что меня так просто прикончить? Подумай еще, коброн. Убирайся отсюда. Отлично. Я сделал то, что ты хотел. Теперь пусти меня. Я тоже устал, приятель. Мне ведь тоже интересно, кто на самом деле стоит за всем этим. Ну ладно. Наверное, я буду тебе должен. Но обещаю вот что. Кое-кто за это заплатит. Буду тебя искать, пока не найду. Адам, что происходит? Доложи ситуацию, Адам. Я получил кучу опыта. Сандерс ушел, босс. Такова ситуация. Но я практически уверен, что он подставной дурачок. Кашу заварил кто-то другой. Зараза. Ладно, возвращайся немедленно. На крыше здания администрации есть площадка. Жди Фариду там. Что с заложниками? Может мне надо... Ничего уже не надо, сынок. Спецназ не смог их спасти. Хорошо. Вы в порядке? Да. Да. Все хорошо. Просто немного трясет. А что с остальными заложниками? Там был мой муж. В цеху сборки. Прости, Вупи Голберг, мы не смогли его спасти. Мне очень жаль. Больше никто из заложников не выжил. Нет. Нет, этого не может быть. Где полиция? Я... Почему они не пришли? Они могли спасти его. Мне очень жаль. Дура, радуйся своей задницей, спасенной. Че ты тукнуешь? А я должен этого слушать. Пессимизм, да и только. Куча копов. Хорош, хорош. Я все равно круче. Вы службы безопасности шарифа, верно? Тот, из-за кого нас задержали. Надеюсь, вам понятно, что заложники погибли из-за вас и вашего босса. Иди нахер. Открывай ты, сукин сын. Че там происходит?